Ожерелье королевы Александра Дюма Предисловие Прежде всего, да будет нам позволено кратко объясниться с нашими читателями по поводу заглавия, только что нами написанного. — Уже двадцать лет мы беседуем с вами, и я надеюсь, несколько ниже следующих строк не ослабят старой дружбы, а еще более укрепят ее. — Со времени последнего нашего разговора у нас совершилась революция. Эту революцию я предсказал уже в 1832 году, изложил ее причины, проследил ее нарастание, описал ее совершение и более того. — Шестнадцать лет назад рассказал о том, что я в этом случае сделаю. — И что сделал восемь месяцев тому назад? — Разрешите мне привести здесь последние строки пророческого эпилога, завершающего мою книгу «Галия и Франция». Вот бездна, которая поглотит наше нынешнее правительство. Фонарь, который мы зажигаем на его пути, осветит лишь его крушение, ибо даже если бы оно и захотело повернуть на другой галс, теперь оно этого уже не смогло бы. Его увлекает слишком быстрое течение, его гонит слишком быстрый ветер. Но в час гибели наши воспоминания, воспоминания человека, возобладают над стоицизмом гражданина, и раздастся голос, да погибнет королевская власть. «Но да спасет Бог короля, и это будет мой голос». Сдержал ли я свое слово, и прозвучал ли единственный во Франции голос, который в момент падения династии достаточно громко, чтобы его услышали, сказал «Прощай, дружбе с августейшей особой». Революция, предвиденная и объявленная нами, не застала нас врасплох. Мы приветствовали ее, как явление фатально неизбежное, не надеясь, что она будет прекрасна, боясь, что она будет ужасна. За двадцать лет, изучая прошлое народов, мы познали, что такое революция. Не будем говорить о людях, которые ее совершили, и о людях, которые ею воспользовались. Всякая буря мутит воду, всякое землетрясение выносит пласты на поверхность. А потом, по естественным законам равновесия, каждая молекула вновь обретает свое место. Трещины в земле закрываются, вода очищается, и небо, на короткое время потемневшее, смотрит на свои золотые звезды в бескрайнем озере. Наши читатели увидят, что после двадцать четвертого февраля мы остались такими же, какими были до него. Одной морщинкой больше на лбу, одним рубцом больше на сердце. Вот и все изменения, которые произошли с нами за только что истекшие, страшные восемь месяцев. Тех, кого любили, мы любим по-прежнему. Тех, кого боялись, уже не боимся. Тех, кого презирали, презираем больше, чем когда-либо. И в нашем творчестве, как и в нас самих, не изменилось ничего. Быть может, и в нашем творчестве, как и в нас самих, одной морщинкой и одним рубцом стало больше. Вот и все. Нами написано уже около четырехсот томов. Мы переворошили несколько столетий, вызвали из небытия множество персонажей, изумленных тем, что они восстали из мертвых перед судом истории. И вот мы заклинаем этот мир, населенный призраками. Пусть он скажет, приносили ли мы когда-нибудь его преступления, его пороки или же его добродетели в жертву нашему времени. О королях, о вельможах, о народе мы всегда говорили правду или то, что мы считали правдой. И если бы мертвые могли предъявлять права, как живые, то точно так же, как нам не в чем было бы когда-либо каяться перед живыми, нам не в чем было бы каяться и перед мертвыми. Есть сердца, для которых всякое несчастье священно, всякое крушение почтенно. Уходит человек из жизни или сходит с престола. Уважение заставляет их склониться и перед открытой могилой, и перед разбитой короной. Когда мы написали заглавие вверху первой страницы этой книги, оно отнюдь не было, скажем откровенно, продиктовано свободным выбором темы. Это пробил его час. Это пришла его очередь. Хронология нерушима. За 1774 годом неизбежно следует 1784 год. За Джузеппе Бальзамо. Ожерелье королевы. Но пусть будет спокойно, самая чуткая совесть. Именно потому, что сегодня можно говорить все, историк будет цензором поэта. Не будет сказано ничего неосторожного о королеве-женщине, ничего сомнительного о королеве-женщине. Человеческие слабости, королевскую гордость, мы же выписуем все это, правда. Но как те художники-идеалисты, что умеют добиться сходства, взяв лучшие черты модели? Как поступал художник по имени Ангел, когда в своей милой возлюбленной находил святую Мадонну. Между гнусными памфлетами и неумеренными восхвалениями мы грустно, беспристрастно и торжественно пойдем путем поэтической мечты. Та, чью голову с побелевшим лицом палач показал народу, вполне купила право не краснеть более перед потомством. Александр Дюма. 29 ноября 1848 года.